Как вы думаете, будет спад инвестиций в проект? Видимо, в связи с ситуацией общеполитической, экономической. Вы знаете, сейчас аналитики вообще все рекомендуют вкладывать деньги в банках не хранить, а вкладывать в долгосрочные бумаги цены, ну и в долгосрочные проекты. Потому что кризис минует, пройдет. Вот эти вот качели и пилы, которые сейчас по курсу будут колбасить и так далее. Либо ты игрок на бирже, но тогда у тебя должна быть инсайдерская информация. Потому что вообще-то всеми этими процессами заведуют люди, которые ближе к небесам, скажем так. А те, которые в земле, чтобы не потерять свои деньги на всех этих негаразных катаклизмах, вот для них рекомендации дают вкладывать в долгосрочные проекты. Я не призываю, он наш вкладывает, но это не мои рекомендации. Вы их на интернете можете поискать, у аналитиков почитать. Я думаю, что, коллеги, многие, кто вкладывает деньги, становятся дольщиком, в дальнейшем станет инвестором, уже при преобразовании в ПАУ. Компания Соломаш, они отслеживают тоже эти процессы, они смотрят рекомендации все, и на основании их тоже принимают решение продолжать инвестировать, либо прекращать, либо наоборот увеличивать объем инвестиций. Поэтому тут каждому самому решать, но я пока спада не вижу. Это, возможно, связано и с переходом на новый этап, но, тем не менее, есть основания полагать, что март этого года станет вообще рекордным по привлечению инвестиций за весь период. Тут коронавирус случился, а инвестиции, почему-то суммы нарастают. Да, возможно, это связано с завершением этапа. Аналитику делать, выводы делать рано пока что, потому что пока же апрель месяц. Но, тем не менее, общая тенденция к росту. Я говорю, что русские люди в основном странные люди. Они по-другому заточены. Да, и, я думаю, не только на постсоветском пространстве, но и в других странах люди тоже думают о том, что происходит сейчас в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok